Что же на самом деле происходило с кораблём, который взорвался в порту Феодосия? Я думаю, что вряд ли мы узнаем официально, я имею в виду, узнаем правду, но зато Шойгу отчитался Путину о потере четвёртого большого десантного корабля Черноморского флота. Потеря полная. Четвёртый корабль. Но что же, вероятно, и все остальные будут так же скоро потеряны. Абсолютно так же и скоро. Понёсший крупнейшие потери Черноморский флот, как вы знаете, уже превратился в что-то, что быстро умирает. Что Путин сказал на это Шойгу, мы не знаем. Мы не знаем, что вообще сказал Шойгу по этому поводу. И мы также понимаем, что ночью все солдаты, все матросы были на корабле. Они несли боевое дежурство. Корабль был нашпигован какими-то снарядами. Нашпигован корабль. Он, вероятно, только что вернулся со стороны Турции, где он не мог пройти с этими снарядами. Значит, в порту Новороссийск, куда он захотел, его там нашпиговали. Зачем? Это тоже большие вопросы, друзья. Конечно, в военной политике разбираться сложно. Тем более, когда ты не знаешь. Ну, не знаешь, мы только можем видеть издалека и примерно понимать, что происходит с нашим флотом. Его просто губят на корню. Активно уничтожают флот России. Флот России. Ну, он висит уже на волоске. Четвертый десантный корабль. А что вообще в море? С чем выходить? Возможно, это уже и не нужно. Возможно, Россия понимает, что воевать дальше не будет. Или Китай все предоставит. Вопрос ведь не в том, что и как подорвали сейчас корабль. Хотя это самый важный вопрос. Как был подорван корабль? Ведь видео все наблюдением. Если их вместе собрать и дать аналитику, я думаю, что, друзья, мы будем очень сильно удивлены и огорчены. Сверху вряд ли бомбили эти корабли. Вряд ли. Что они были подорваны и взрывались изнутри. Я думаю, что это так. Как раз изнутри взрывали корабль. Возможно. Но кто же вам об этом скажет? Потому что, ну, Аксенов умрет, но не скажет такие вещи, что вам неверно выполнили задание или еще что-то в таком роде. Потому что по взрывам, как летят снаряды, как взрывается корабль, видно, то ли его сверху бомбят, то ли изнутри взрывается. Корабль взрывался изнутри. От него ничего не осталось. Ничего, если сверху он разлетелся бы на какие-то части вокруг, по Черному морю. На корабле было 77 человек боевого состава. 33 моряка вдруг не сказали нам, что они погибли, а просто пропали без вести. Конечно, пропали. Столько снарядов, когда взрываются, такие взрывы, а моряки оказались в пекле, в самом пекле этого взрыва. То есть они были, они сидели на пороховой бочке. Ну, как вы думаете, пороховая бочка взорвется под человеком? Что от человека останется? Ну, ведь понятно же, что если они были на корабле, 77 человек, то они все и погибли. Ну, это Россия. Она по-другому воспринимает свои потери. 33 пропали без вести. А здесь следите за цифрами. 33. Это важно. 33. Это важно. Важная цифра. По ним можно еще будет как-то разбираться дальше. 23 ранены. Так, как бы, тоже 23. 33, 23. Один погиб в результате атаки на корабль «Новочеркасска». Один погиб, а 33 пропали без вести. Ну, вот что хочешь, то и делай. Умом России не понять. Нет, но если Шойгу говорит о том, что стране развиваться нужно только через войну, то это, друзья, когда-то Сталину поставили диагноз параноик. Поставил этот диагноз Бектерев. На следующий день Бектерев умер. Отравили его. Умер Бектерев. Ну, это Сталину, скажете вы. А что Шойгу, другой человек? Сталин очень любил тайгу. Он там долго прожил. Откуда мы знаем, чей сынок Шойгу? Ведь он сидит оленевод. Он сидит на таком месте. Он сидит. Его никто не подвинет. И именно с его приходом начали раздувать МЧС. Ведь МЧС – это пожарники. Пожарники. Когда это пожарникам давали огромные деньги. А Шойгу под него прямо открыли целое министерство. МЧС стала богатейшей организацией. Кто он? Оленевод? Или сын? Сталина? Может быть. Сын Брежнева? Ну, вот с Брежневым немножечко какая-то ситуация другая. И надо бы здесь тоже покопаться немножко. Во всяком случае, понятно, что он чей-то сын. Что Сталин умер, вы скажете, в 1953 году. Ну и что? После себя потомство не мог оставить? А что Шойгу молодой? Ну, вот здесь мы, конечно, можем спорить. Оно ни к чему, друзья. Оно реально ни к чему. Только вы должны понять, что все, кто стоит сегодня во власти, они… Никто не уйдет никуда. Даже пусть там умненький Кириенко болтается где-то сбоку, да, какой-нибудь Патрушев. Да, они такие дети высоких семей. Высокородных с их точки зрения. Со стороны Черного интернационала и Ордена Красной Звезды. Они высокородные дети. Но вот со стороны, скажем, если смотреть по ранжиру, кто может занять власть в стране, а кто нет, то Шойгу второе место. Путин первое место. По высокородности здесь уже, извините, подвиньтесь. Поэтому Путина, у него нет конкурентов, друзья. Он сейчас будет такой цирк играть, выставлять цирковых лошадей, стариков, старых клячь будет выставлять себе в противники на выборах в президенты Российской Федерации. Абстрагировался от всех, никаких тебе команд, он один идет на выборы. Ну и старые клячи будут сопровождать его. Я все думаю, выдвинет он свою дочку, на мой взгляд. Это все мои такие расклады генетические. Это Мария Львова-Белова. Выдвинет ли он ее? Но ведь не зря Международный суд высветил ее имя. Тогда на кого работает Международный суд? Вот здесь раскладывайте пазлы и смотрите. Не против Путина он работает. Никто его не собирается арестовывать. Это все цирк. Цирк с конями, с лошадьми, да, собачьими упряжками. А нужно было высветить имя его дочери, чтобы, возможно, она пойдет на президентские выборы. Для этого и высветили ее. Вместе с Путиным якобы под суд она пошла. Это только для того, чтобы сделать ей имя. Вы же ее не знали до этого, а теперь знаете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok